Прически Маши Малиновской как менялся стиль ведущей от бурной молодости до наших дней. Маша Малиновская попробовала себя в разных сферах деятельности. Она побывала фотомоделью, успела сняться в кино, попробовать себя в музыке, политике, на телевидении. А еще зарекомендовала себя женщиной с неуемной страстью к пластике. Почти все это время Марина, настоящее имя знаменитости, умело эксплуатировала образ гламурной блондинки. Но периодически она кардинально меняла имидж, перекрашивая или состригая шевелюру. Узнайте, как выглядит стрижка Маши Малиновской в 2019 году, а также вспомните о самых ярких образах телеведущей. Апостроф закрывающая круглая скобка, точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Природные внешние данные поклонники видели Марину с черными, рыжими волосами, но чаще блондинкой. Чтобы развеять сомнения насчет того, что светлый ее натуральный цвет волос, несколько лет назад Малиновская опубликовала свои детские фото. На них она чаще всего запечатлена с челкой. Узнать будущую телезвезду на архивных изображениях начала и середины 80-х не так уж сложно. Большие глаза, светлые пряди, пухлые губы. Однако даже такие природные данные, о которых мечтают многие девушки, Маша впоследствии корректировала. В том числе и цвет волос. Варианты причесок и укладок на многочисленных фотографиях волосы телеведущей обычно распущены, уложены оконами. Также Маша нередко носит челку. Ее любимый вариант косая удлиненная. А еще знаменитость предпочитает пышный объем, который достигается за счет многослойных стрижек и правильной укладки. 2002-2004 страсть к пластическим операциям еще не захлестнула молодую женщину с головой. В начале своего карьерного пути Маша носила прическу, похожую на ту, что была у нее в детстве прямые светлые волосы с челкой. А так Малиновская выглядела в эфире Муз-ТВ. Все та же челка, светлый оттенок, а мелкие завитки волос, уложенные в прическу а-ля Мальвинка. Апостроф закрывающая круглая скобка, точка с запятой закрывающая фигурная скобка. 2005 вольт этом году заезда российского ТВ стала еще и политическим деятелем, депутатом Белгородской областной думы. Идея оказалась не совсем удачной, равно как и неоднократная смена имиджа в том же 2005. Очень светлый блонд и густая челка до бровей в сочетании с короткой стрижкой упростили образ привлекательной телеведущей. Насыщенный огненный оттенок первый, но не последний эксперимент Маши с рожей цветовой гаммой. Дополнением образа бунтарки служит рваная стрижка и взлохмаченная челка. И вновь блондинка, на сей раз с челкой до середины лба. Вполне себе гламурный образ из середины 2000-х. 2006 этот год стал для Мулиновской периодом неоднозначных экспериментов с прической. Неоднородный оттенок волос и неаккуратные локоны, словно собранные на спех, не слишком украшают Машу. Образ, который называется стилем Мерлин Монро, тоже оказался весьма спорным, несмотря на красивый золотистый блонд. 2007 челка, начинающийся с середины макушки и бутафорские косы. Неудивительно, что в дальнейшем телеведущая больше не экспериментировала с таким сочетанием. 2008 уже опробованный образ, стрижка лесенка на длинные волосы и рваная челка. 2009 Маши идут высокие прически. Хорошо прокрашенные волосы льняного оттенка дополняют изысканный и сдержанный образ телезвезды. 2010 Малиновская выбрала золотистый оттенок и какое-то время носила удлиненную челку, которую укладывала на две стороны. 2011 Вольт ожиданий первенца Маша не прекратила модные эксперименты. Прическа в греческом стиле на короткие кудрявые волосы ей к лицу. 2012 Маша выбирает объемные кудри, которые завевает от лица челку и любимый светлый оттенок шевелюры. 2013 отмечая свой 32-й день рождения, Малиновская предстала перед гостями в привычном для себя образе блондинки с длинными локонами. А дальше было неожиданное перевоплощение в шатенку со светлеными кончиками. Несмотря на традиционную укладку, на этих фото трудно узнать Машу, которая все же ассоциируется с блондом. 2014 Малиновская меняет длину шевелюры. Короткая стрижка с зачесанной назад щелкой смотрится стильно. Впрочем, как и романтичный белокорый вариант. А еще Малиновская вновь ненадолго вернулась к рыжему цвету, появившись так на премии МУСТ-ТВ. 2015 знаменитость вновь оносит длинные распущенные волосы. По цвету локона близки к оттенку, среднему между платиновым и карамельным блондом. Но и об излюбленных золотистых тонах знаменитость тоже не забывает. 2016 на этом фото с шевелюрой пшеничного цвета Малиновская похожа на Викторию Лопыреву. Экспериментов с собственной внешностью блондинки оказалось недостаточно, поэтому Маша вновь ошарашила публику темным оттенком, наращенной шевелюрой и длинной челкой. 2017 фолловеры Малиновской не скрывают, что со светлым цветом волос звезде куда лучше. Очевидно, Маше и не безразлично мнение поклонников. Поэтому вскоре она снова перекрасилась в уже привычный оттенок и стала носить каре. 2018 один из сдержанных образов знаменитости – длинные пряди, уложенные в хвост и прямой пробор. Узнаваемый стиль «Любовь к переменам» не мешает Маше время от времени возвращаться к стрижке каре. Такие образы нельзя назвать новыми, но в исполнении стилистов Малиновской они смотрятся по-разному. Каре с удлиненной челкой знаменитость на село и на объемные, и на гладкие волосы. Дополнительную пышность прически придает градуировка. Также Малиновская делала удлиненная каре. Но чаще всего волосы не спускаются ниже середины шеи. Телеведущая обычно выбирает прямой пробор. Гладкая укладка – менее привычный вариант для Малиновской, чем объемные кудри. Аккуратно завитые локоны удачно обрамляют лицо звезды. Но самой Маше такой образ, видимо, быстро надоедает. Иначе, чем еще объяснить ее тягу к постоянной смене стиля? Прическа звезды в 2019 году не так давно Малиновская в очередной раз сменила имидж. На фото 2019 года, размещенных в Instagram, знаменитость вновь красуется со стрижкой каре. Для посещения светских мероприятий и участия в фотосессиях Маша выпрямляет свои укороченные волосы, завивает их или собирает хвост. Усилия знаменитой блондинки не остаются незамеченными. Фолловеры хвалят ее за стройность, посвежевший внешний вид, а также за удачную стрижку и стильные образы. Пример Малиновской еще раз доказывает, что каре на волосы средней длины – отличный выбор для женщины любого возраста. Прическа имеет массу вариаций и способов укладки, поэтому отлично впишется в повседневный или праздничный образ. Природные внешние данные. Поклонники видели Марину с черными, рыжими волосами, но чаще – блондинкой. Чтобы развеять сомнения насчет того, что светлый ее натуральный цвет волос, несколько лет назад Малиновская опубликовала свои детские фото. На них она чаще всего запечатлена с челкой. Узнать будущую телезвезду на архивных изображениях начала и середины 80-х не так уж сложно. Большие глаза, светлые пряди, пухлые губы. Однако даже такие природные данные, о которых мечтают многие девушки, Маша впоследствии корректировала. В том числе и цвет волос. Варианты причесок и укладок. На многочисленных фотографиях волосы телеведущие обычно распущены, уложены оконами. Также Маша нередко носит челку. Ее любимый вариант – косая удлиненная. А еще знаменитость предпочитает пышный объем, который достигается за счет многослойных стрижек и правильной укладки. 2002-2004 страсть к пластическим операциям еще не захлестнула молодую женщину с головой. В начале своего карьерного пути Маша носила прическу, похожую на ту, что была у нее в детстве – прямые светлые волосы с челкой. А так Малиновская выглядела в эфире Муз-ТВ. Все та же челка – светлый оттенок, а мелкие завитки волос уложены в прическу а-ля Мальвинка. Узнаваемый стиль «Любовь к переменам» не мешает Маше время от времени возвращаться к стрижке и каре. Такие образы нельзя назвать новыми, но в исполнении стилистов Малиновская не смотрится по-разному. Каре с удлиненной челкой – знаменитость на село и на объемные, и на гладкие волосы. Дополнительную пышность прически придает градуировка. Также Малиновская делала удлиненная каре. Но чаще всего волосы не спускаются ниже середины шеи. Телеведущая обычно выбирает прямой пробор. Гладкая укладка – менее привычный вариант для Малиновской, чем объемные кудри. Аккуратно завитые локоны удачно обрамляют лицо звезды. Но самой Маше такой образ, видимо, быстро надоедает. Иначе, чем еще объяснить ее тягу к постоянной смене стиля? Прическа звезды в 2019 году. Не так давно Малиновская в очередной раз сменила имидж. На фото 2019 года, размещенных в Instagram, знаменитость вновь красуется со стрижкой каре. Для посещения светских мероприятий и участия в фотосессиях Маша выпрямляет свои укороченные волосы, завивает их или собирает хвост. Усилия знаменитой блонзинки не остаются незамеченными. Фолловеры хвалят ее за стройность, посвежевший внешний вид, а также за удачную стрижку и стильные образы. Пример Малиновской еще раз доказывает, что каре на волосы средней длины – отличный выбор для женщины любого возраста. Прическа имеет массу вариаций и способов укладки, поэтому отлично впишется в повседневный или праздничный образ.